Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к риминам святого апостола Павла, 9 глава. 9-11 глава имеет уникальный характер в послании к риминам. Как правило, все послания апостола Павла, они богословские, конечно, делятся на две равные части. Первая часть – это доктринальная, а вторая – нравственная, где апостол Павел из предыдущего делает некие этические выводы применительно к той общине, к которой он обращается. Так вот, в послании к риминам структура, она усложнена, и усложнена не случайно, потому что апостол Павел здесь говорит о своем понимании демонстрательства Божия, и, прежде всего, как мы с вами уже знаем, настаивает, что время закона Моисеева миновало, что не на законе выстраиваются отношения между человеком и Богом, а на вытельстве Святого Духа. Закон не является гарантией спасения, и его время прошло. И, конечно, такие взгляды, такие убеждения апостола Павла, которые он развернуто расписывает в послании к риминам, они все равно могли бы вызвать закономерные вопросы. И, по сути, вот в этих главах, как мы с вами сейчас видим, апостол Павел полемизирует с предполагаемым оппонентом. Он знает, какие вопросы могут возникать у его аудитории, он знает те недоумения, которые рождают его богословие, и поэтому заранее, еще до того, как он окажется в Риме, он вынужден писать о них. И есть еще один важный момент, который мы с вами видим, что несколько усложняет наше понимание с вами этих глав. Дело в том, что, как правило, апостол Павел не цитирует Ветхий Завет. Цитаты очень немногочисленные, разрозненные, и, как правило, всегда не играют существенную роль в его богословии. Но есть исключения, где апостол Павел, наоборот, свою аргументацию во многом строит на цитатах, или, по крайней мере, они являются его подспорьем, или, лучше сказать, поддержкой в тех тезисах, которые он излагает и на которых он настаивает. Почему это ему необходимо? Потому что, действительно, то, о чем идет речь, достаточно революционно для его аудитории, для традиционных взглядов его иудеих-христианских оппонентов. И поэтому, конечно, если бы апостол Павел не подкреплял эти доводы цитатами из Писания, возможно, что для его аудитории они бы не были убедительны или звучали бы совершенно иначе. И поэтому здесь он как бы вынужден включить Слово Божие, которое должно подтвердить его точку зрения, его ход мыслей. И, опять же, мы с вами видим, что на протяжении этих глав апостол Павел не предлагает готовых решений. Он как бы ищет ответа на вопрос, который стоит и перед ним тоже, спасение его народа. И главное, что, конечно, не может его не волновать, не беспокоить, это то, что почему же избранный народ отверг Сына Божия тогда, когда он пришел к нему. Итак, истинно, истинно говорю во Христе, не лгу, сельствует во мне совесть моя в Духе и Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти, то есть из рельсиан, которым принадлежит усыновление слава. Итак, напомню, что в конце 8 главы апостол Павел говорит о том, что ничто не может нас отлучить от любви Божьей. И тем не менее здесь он говорит что-то почти непредставимое. Он говорит о том, что он готов быть отлученным от Христа, если это положит основание для спасения его братьев. То есть действительно так он как бы о нем ревнует, так его хочет. И действительно, если мы раскроем с вами книгу деяний, то мы увидим, что, конечно, служение своим собратьям, несмотря на то, что апостол был апостолом язычников, в основном обращал к ним свою проповедь, конечно, это было вынуждено. Почему? Да потому что действительно его соотечественники, его соплеменники его отвергли или изгоняли его. Но поразительный факт, что книга деяний заканчивается на том, что апостол Павел приходит в Рим. И придя в Рим, в столицу мира, он в первую очередь обращается там к иудеям. Казалось бы, уже за плечами столько лет безуспешной проповеди по отношению к тем, с кем апостол Павел связан кровными узами. И тем не менее, это его не останавливает. Он все равно идет к своим собратьям по крови для того, чтобы проповедовать им Христа, для того, чтобы они узнали о нем. И это как раз раскрывает нам смысл того всего, что мы сейчас с вами будем разбирать и анализировать. Итак, в чем же преимущество? Мы с вами понимаем, что этот вопрос, который апостол Павел уже не первый раз ставит на страницах этого послания, и мы с вами в третьей, во второй главе, в других главах это видели. Его нельзя избежать. И апостол Павел еще раз подчеркивает, что он не аннулирует, что он не отрицает преимущества иудеев, израильтян, родных на поплоте, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. То есть, другими словами, действительно, Бог поставил свой народ в уникальные отношения с ним. С ним был заключен завет, он имел выражение в законе, связь с Богом постоянно поддерживалась через богослужение, были даны обетования, то есть народ знал те цели, которым их ведет Бог. Они имели отцов, то есть они имели то происхождение, которое гарантировало им эту связь с Богом, то есть они имели предание. И от них Христос по плоти сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. И вот это как бы кульминация, это вот выход на вершину. Действительно, Христос родился по плоти в еврейской семье, и в то же время апостол Павел всегда немножко уравновешивает, как в начале послания, 1 глава 3, 4 стих, он, говоря о человеческой природе Христа, не забывает сказать и о божественной. И это, собственно говоря, 5 стих, 9 главы послания к Рим, единственное место, где совершенно четко выражена вера апостола Павла в божество Иисуса Христа, в том, что он действительно Бог, не значит, что он это отрицал и где-то это не было, но он старается его, как бы, так сказать, на это не акцентировать свое внимание, а понимая, как бы, всю некую полиничность, понимая, что, в общем, конечно, в сознании его оппонентов и вообще его адресатов, конечно, эта идея, которая окончательно будет сформулирована только на Первом Вселенском Соборе, то есть спустя три столетия, пока еще не может быть воспринята до конца. Но это Римская Церковь, Столичная Церковь, и вот здесь он действительно говорит о Христе как о Боге. Но как же быть с тем, что все-таки, как кажется, в Первом Приближении планы Божии потерпели неудачу? Замысел Божий оказался крахом. Да, ведь евреи отвергли своего Бога, они обрекли его на мучение и крест. И апостол Павел говорит следующее. Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все эти израильтяне, которые от Израиля, не все дети Авраама, которые от семьи его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя. Дело в том, что Бог связывает свои обетования не совсем народом, внутри истории всегда происходил отбор. И это известно. И слово обетование таково. В это время приду и у Сары будет сын. Ну, известно, что Авраам в течение практически всей своей жизни не имело детей, и в какой-то момент Агарь, служанка, родирая ему сына Измаила, но впоследствии он был изнан, потому что насмехался над Исааком, и по велению Божия, хотя было исполнено, хотя Аврааму очень не хотелось этого делать, потому что действительно именно Исаак должен был быть ребенком обетования. Такой же пример приводит апостол и дальше. Говоря, когда дети Исаака еще не родились, не сделали ничего плохого, дабы избаление Божие в избрании предсказало не о делах, призывающего сказано было ей, Ревеке, больше будет в порабощении у меньшего. Так и написано. Иакова его злюбил, Исаава возненавидел. Так еще один момент избрания. История Иакова и Исаава. Они были близнецами. Иаков опередил Исаава при рождении, но в то же время мы знаем, не буду сейчас пересказывать библейскую историю, что Иаков продал свое первородство, Исаав продал свое первородство за чечевичную поклепку Иакову. И тем самым апостол Павел вновь обращается вот к этой непростой, в чем-то двусмысленной теме избрания Божия. То, что Бог кого-то, кому-то предпочитает, при том это предпочтение, этот выбор, это избрание, оно, и это апостол Павел очень важно, далеко не всегда связано с какими-то изначальными преимуществами того народа. Измаил родился раньше Исаака, и Яков родился позже, чем Исаав, и поэтому, тем не менее, Бог избирает тех, с кем он связан, кто в его замысле будет носителем его истории. Но вопрос остается, и он как бы никуда не девается. А где же справедливость? Что же скажем? Неужели неправда у Бога никак? Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. И так эти слова, они сказаны во время исхода, которые говорят о том, что Бог сам выбирает тех, на кого он изливает свою милость, на тех, с кем он связывает свой замысел, кому он в конечном итоге благоволит. Писание, продолжает апостол Павел, говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать на тобою силу мою, чтобы проповедано было имя Моя по всей земле, и та, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Опять же, эта фраза, она может нас озадачить, но мы пока не будем читать ответ, понимаем то, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что да, ожесточение Божие, и об этом речь пойдет более подробно дальше, уже в одиннадцатой главе, оно может служить каким-то его целям. Человек может упорствовать, упрямиться, он может выступать против Бога, как египетский фараон, который не хотел отпускать еврейский народ из своей страны. И, тем не менее, это ожесточение, оно, как мы здесь читаем, уезжило тому, чтобы Бог обнаружил свою силу, а кроме того, имя будет проповедано по всей земле. Собственно говоря, это и происходит. В момент написания послания апостола Павла сам Павел является проповедником Христа и планирует свой визит в столице мира в римскую церковь. Итак, еще дальше апостол Павел. Мы с вами говорим о том, что он постоянно отвечает на те вопросы, которые ему может задать мыслимый оппонент. «Ты скажешь мне», 19 стих, «за что же еще обвиняет, ибо кто противопоставит воле его? А ты, человек, что споришь с Богом, извели ли я, скажет ли, сделавшему ему, зачем ты меня сделал? Невластный горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого». Ну, здесь апостол Павел берет сравнение, которое он позаимствовал у пророка Иеремии, 18.1.6. «Из войны скажет воятелю, почему ты сделал меня так? И не имеет власти горшечник, как длину сделать из одной и той же смеси один сосуд для почетного потребления, другой для низкого». Но означает ли это, что действительно так заранее все уже расписано, предопределено и разделено? Одни сосуды для одного потребления, а другие для второго, прямо противоположные. Они в почете, другие гибели. И апостол Павел этому, кажущемуся предопределению к осуждению, противопоставляет то, что он говорит дальше. Бог, желая показать гнев и явить свое могущество, с великим благотерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он подготовил к славе над нами, которые он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Другими словами, те сосуды, которые, казалось бы, были бы обречены, гибель для которых была неизбежна, они вдруг, неожиданно, становятся сосудами милосердия Божия. Это те, кто входит в церковь Христову, которая национальна, она состоит как из иудеев, из язычников. И тем самым апостол Павел как раз подчеркивает вновь, что никакого предопределения к осуждению и гибели не существует. Бог всех предназначил к спасению. И это спасение было обеспечено долготерпением Божьим, который терпел сосуды гнева для того, чтобы они стали в конечном итоге сосудами милосердия. Но спасение язычников, как кажется, не входит ни в какие планы Божии. И могут быть язычники приняты в народ Божий без каких-либо предварительных условий или обязательств. И апостол говорит 25 стих «Немой народ назову моим народом и невозлюбленные возлюбленную». И на том месте, где сказано «Вы немой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. Другими словами, Айсиа пророк предсказывал о том, что Бог создаст себе новый народ, который будет состоять не из тех, кто раньше принадлежал ему, а будет совершенно новым, из других людей, из тех, кого он сам призовет. А причина этого, дальше указывается 27 стих Исаии. Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны сына Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ну, эта идея тоже очень важна, она является ключевой для книги пророка Исаии, Айси, Амос, ряд других пророков, это спасение остатка. То есть, конечно, весь Израиль входил в завет в орбиту милости Божьей, но далеко не весь народ был ему верен. И это неверие, оно иногда и неверность озадачило пророков. Но тогда возникает идея остатка, что Бог свяжет себя не со всем народом, не какими-то коллективными обязательствами, а лишь к теми, кто сохранит верность или веру ему. И вот эта идея остатка народа, она действительно проходит красной нитью через многие пророческие писания. И здесь апостол Павел ее как бы подхватывает. И как предсказал Исаия, если бы Господь Слав не оставил нам семени, мы сделались бы как Содом и были бы как подобно Гаморье. То есть, семя это как раз избранный остаток. И что же получилось в результате? Потому что кажется, что тем самым, если Бог призывает язычников, если Он гарантирует им спасение, если на них тоже протирается Его милость, то тем самым спасение, оно предшествующее, как бы теряет свою первоначальную основу, потому что речь шла только об избрании, об особлении одного народа. И закон, он по сути служил этому особлению. Что же здесь? Что же скажем в качестве первого такого подытога, которое делает апостол Павел? Языщики, не искавшие праведность, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закон праведности и достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, и вы преткнулись о камень преткновения, как написано, вот, полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Итак, причина в том, что соплеменники апостола Павла, евреи, они, конечно, искали праведности, они, имеют ревность Божию, но в то же время они полагали этот поиск или основание этого поиска в достижении лишней правильности, в собственных заслугах перед Богом, а язычники, которые имели никаких заслуг, никаких достоинств, они вдруг оказались впереди тех, кто до этого ничего не искал. Почему? Потому что они выбрали веру, они доверились не собственным делам, а доверились тому, что сделал, совершил для них Бог через Иисуса Христа. И Христос, он является как бы камнем преткновения. Здесь апостол Павел цитирует ряд текстов, которые говорят о камне, например, я полагаю, в основании сегодня камень испытанный, креугольный, драгоценный, крепко утвержденный, Исаи 28, 16. И другая церковь будет камнем преткновения, скалой, соблазна, воюх домов Израиля, Исаи 8, 14. И, конечно, основанием вот этого отождествления Христа с камнем, которого притыкается иудейский народ, являются собственные слова Спасителя, когда он цитирует 117-й Псалом, 22-й стих, камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это Евангелие от Матфея 21, 42. Христос, да, он с камень, потому что те, кому он обратил свою проповедь, его не приняли. И не только отвергли, как мы знаем, распяли. Но этот распятый, он явился основанием спасения, гарантией будущей жизни. И те, кто его отвергли, они отвергли и то спасение, которое было обращено к ним. И это получило в итоге привел к последствиям, когда сами же они совершили свое собственное осуждение. Но это первый подыток, который делает апостол Павел. Конечно, он на этом не закончит. Это лишь как бы этап в его рассуждениях. Что же дальше? Как же выйти из этой ситуации? Осуществует ли Бог свой замысел или нет? это апостол Павел делает уже в последующих главах, обращаясь к Истерисофии Израиля. Истерисофии 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 Истерисофии